Топчанчик везут. Это я ищу здесь пианино, установила от Горвиницки. Идем на звук. Смотрите, три женщины и двое мужчин. Какой они стол накрыли. Установила пианино под навесом. Люди уже играют. А как пахнет у них картошечка-то молодая, салатик. Что за бахи какие-то? Воздушной тревоги нет. Нас слышно так громко. Музыка. 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 Вот пушевов и моря. Здесь даже играла Один раз в инстаграме Видела маленькая девочка Ну лет 6-7 Так что если дома не хочет заниматься В музыкальную школу ходит Приводите к морю Пенина настроена кстати Поэтому Можно играть и Разучивать гаммы Чуть-чуть вниз По трассе здоровья Смотрите как здесь все ухожено Розы цветут Цветы Иду сейчас доносится Звук фортепиано И что море слышно Кстати тоже шла Такой сильный бах был И девушка была с собачкой Собачка рванулась Хотела убежать Хорошо что она была на поводке У нас после вот таких Громких ночей Или днем Когда там это происходит Все неизвестно Не запланировано Тогда Даже сейчас Бах-бах-бах-бах Много животных убегают Но воздушной тревоги нет Возможно какие-то учения Так далеко слышно Фортепиано И конечно Вот животные Это наша Большая беда Я сейчас вступила в группу Помощи животным Там столько Много Выставляют Телеграм-канал Что Кто-то Знаете Вот бездомным животным Помощь Кто-то болеет Нужна стерилизация Очень много Рождаются Этих Щенков Котят И Городской программы В принципе нет Это все На Средства Волонтеров Также ездят И в Одесской области И в Николаевской И в Херсонской Где Были разрушения Очень много животных Там Конечно Ситуация Просто Катастрофическая Интересные сидения Минимум затрат Я думала Что будут диваны Здесь Но нет Люди так и сидят Просто Натянули Такой тент И все Кафешка Готова Откуда Такой аромат Идет Это розы Пахнут Именно Пахучие Такие Не те Которые Которые Выращивают Для продажи Которые Нюхаешь И не ощущаешь Запаха А это пахнет Уронила вас В бутон Очень приятный В бутон И вторую часть Они как бы только Открыли Под навесом Большой бар Очень красиво Внутри На территории Там Так Для кого солнце Сильно парит Можно взять Палит Вернее Можно взять Возьм 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 душистой. Над тобой свисают. По-моему, ее даже больше раньше любили, да? Как десерт. Шезлонг, зонг, матрас 100 гривен, кровать 300, бунгало 500 гривен. Пляж, ресторан. Что говорить про летний сезон, если вот мне попалась клуб любителей зимнего плавания, общественная организация у желтого камня. Даже зимой любят плавать. До отрады. Хозяин птичьего пляжа уже на месте. Птицы к нему прилетели. Пляж вычищен. В прошлом году был заброшен. Не пускали сюда вообще никак. Здесь детки, потом они между этими камнями ходят, залазят, играют. В общем, еще что-то продают, какие-то сувениры. Так все выглядит красивенько, чистенько, прилично. Если в вашем дворе или поблизости валяются камни валуны, лавовая плитка, гранитный бордюрный камень, ступенька, пенек, ваза для цветов долг, приносите, привозите на птичий пляж. Оплата в разумных пределах гарантирована. Владимир. Кисюнька, у меня сегодня много корма, поэтому я могу раздаваться. Ой. Держи, держи. Будешь ты кушать? Будешь ты кушать? Да, кушает. А потом надо будет водичку найти попить. Поэтому, если вы хотите познакомиться с Владимиром, приезжайте с вазой желательно или с вазонами для цветов или с цветком. Он будет рад. Для украшения пляжа. Так, здесь еще одно. Так, сейчас чуть-чуть кинем денежки. Чуть-чуть кинули монеток. Здесь еще одно. Памятка уже в тенечке почитаем здесь. На Одесском пляже Отрада аккурат под знаменитым желтым камнем находится птичий пляж. Каменное сооружение с желобками, по которым течет вода из столба. Дренажный пляж. Создатель новой достопримечательности описит Владимир. Он тратит на благоустройство пляжа свою пенсию. Седовласы-энтузиасты приходят в море каждое утро, независимо от погоды и времени года. И каждый раз везет на тачке пару-тройку каменных луков. Есть тут и лавовые плиты, и гладкие камушки, и здоровенные гранитные балуны. Из них Владимир соорудил каменный ландшафт с крошечными речушками посередине. Вода в них поступает из дренажной системы и, проходя по желобкам, отправляется в море. Для тех, кто любит наблюдать за тупающимися птицами, здесь есть несколько скамейок. Владимир украсил территорию живыми цветами и установил предупреждающие таблички. Так на птичьем пляже запрещено выпивать, курить и мусорить. Те, кто желает подкормить пернаток, отправляют пожертвования в жерстяной коробке и дарить купюры морскими камушками и рахшками. Завсегда вот также говорят, что Владимир появился весь год назад. Так, он тут все украшает, набудет красоту, а потом случается шторм, весь пляж размывает. Он приходит и опять все восстанавливает. При этом никогда и ни с кем он не разговаривает, рассказывает Алексей Павлович. Владимир действительно не отличается общительностью и дружелюбным настроем. Давать какие-либо комментарии он наотрез отказался, лишь уточнил, что птичьим пляжем занимается не год, а более 20 лет. Это пляж для птичек, не для людей. А вместо того, чтобы про меня писать, лучше бы сами что-то хорошее сделали. Отрезал Владимир и вернулся к работе. Мы согласились и пошли делать хорошее. Писать про необычный птичий пляж. И одессит, который пытается сделать свой город красивее. Не только пытается, но и делает. Вот я же говорю, видите, дети приходят. Ольга Катана написала до апреля 2021 года. Такой комментарий оставила. Кусочек сада камней у водопада Владимир обустреливает действительно 20 лет. Раньше это был собачий пляж на склошные груды мусора и пирамидных валунов. Камни он вытащил пирсов, воистину совершив копий. Тащил их по одному со дна. Сам. Тем самым расчистит море между желтым камнем и пирсом. И также за камнем. Вот такая история про этот пляжик. А желтый камень все меньше и меньше стачивается. на этом дереве мы всегда рвем черешню. Пока зеленая. На дерево просто усыпано плодами. вышли еще к одной высадке. Розозную. ... Субтитры сделал DimaTorzok 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 И моё парень себе взял Даже спиртное можно брать Сегодня не взяла купальник, чтобы окунуться Градусов 20, говорят люди, 19-20 Но на самом деле купается очень мало 80 гривен борщ и блинчик с клубникой Можно помыть руки, сходить в уборную Рядом парень взял коньячка, но я воздержусь Присаживаюсь На самом деле очень удобно Ты сразу видишь и стоимость, и вид продукта Ты же выбираешь свет Такой посуде удобно, одноразовый Можно взять даже и на пляж Если с ветками, подстилкой не хочется Всё нести Приятного аппетита Так, ещё одно место открыли Где можно работать Если работа не требует непосредственно Вашего присутствия в офисе Вы работаете онлайн Или вам нужно что-то подготовить Здесь можно тоже расположиться Мест много И никто за это не ругает И пальчиком не машет Мы с вами сегодня совершили замечательную пробулку У нас немножко такой ветерок возле моря Он как бы, знаете, выдувает все эти тревоги, невзгоды Какие-то беспокойства И наполняет себя какой-то такой чистой энергией Пока-пока До следующих видеопрогулок Оставляйте комментарии Ваши впечатления, ваши мысли Благодарю за внимание Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok